Значит, на сегодняшний день все протоколы можно разделить, ориентированные на таких два параметра, как церебрально-перфузионное давление и внутричерепное давление. Наиболее древний и как бы стартовый протокол с ориентированием на оккупирование внутричерепной гипертензии, он называется ВЧД протокол. Его подразделами или видами, видоизмененными протоколами является протокол Лунд, это университет Лунд в Швеции, протокол Груза или протокол оптимизированной гипервентиляции, где тоже ориентир на снижение ВЧД, независимо от церебрально-перфузионного давления, но за счет одного компонента гипервентиляционного. ЦПД протокол, который был предложен американцами, основной ориентир был на церебрально-перфузионное давление, даже в ранних работах нивелировалось, то есть ориентиры ВЧД он исключался, основное было это поддерживать церебральную перфузию. Как более новый и последний, это протокол сориентированный на состояние ауторегуляции мозговых сосудов, либо он по-другому, можно его называть как оптимизация ЦПД на основе компьютерных разработок, я остановлюсь на нем, объясню в чем суть. Значит, самый древний, самый ранний протокол, это ВЧД протокол, он появился с момента начала измерения внутрижелудочного давления, НИУС Лунберг, начиная с 60-х годов, провел большое исследование по непрерывной регистрации ВЧД через наружный вентрикулярный дренаж. Соответственно, в данном протоколе все терапевтические опции начинаются после установки наружного вентрикулярного дренажа. Данная опция является не только диагностической, но и терапевтической. Все мы знаем, что адекватное ликварное дренирование позволяет управлять внутричерепным давлением. На сегодняшний день мы знаем, что только в 30% при травм за счет наружного вентрикулярного дренирования удается купировать гипертензию. В остальных случаях повышение внутричерепного давления не связано с нарушением ликвародинамики. В основном это нарушение ауторегуляции, либо сама отечность мозговой паренхимы. То есть вклад на нарушение ликвародинамики всего в 30%. В данном слайде представлен так называемый колумбийский каскадный протокол ВЧД, где по мере увеличения агрессивности и эффективности нарастает процент осложнений. Самые большие осложнения, они всегда связаны с наиболее агрессивными методами, такими как барбитуровая кома. И вот в 60-70-х годах очень негативно относились к декомпрессивной крайне эктомии. Ее рассматривали как последний этап оказания помощи при неуправляемой внутричерепной гипертензии. На сегодняшний день отношение к декомпрессии изменилось. Ее положение сейчас где-то на первые уровни оказания помощи. То есть пытается до использования осматических или даже на фоне использования осматических гиуретиков прибегать к ранней декомпрессии. Гипервентиляция, вы знаете, сейчас отношение достаточно сдержанное. Она используется только в случае невозможности и неэффективности других методов и как терапия, в принципе, отчаяния. Допускается использование гипервентиляции только на короткий срок, в момент транспортировки, либо для, так сказать, принятия решений. То есть мы видим повышение внутричерепного давления на фоне гиперматремии. Не можем использовать осмодиуретики. Наружный вентрикулярный дренаж при его наличии, он, допустим, неэффективен. Используем гипервентиляцию вплоть до глубокой, до принятия решения. То есть совещать именно с нейрохирургами решение вопроса декомпрессии. Либо еще здесь очень важный элемент, о котором говорил Константин Саныч, здесь значительное положение сейчас занимает гипотермия. Ее, опять же, можно рассматривать как в зоне, так называемой, красной, максимально агрессивной, как терапия отчаяния. Либо то, что проводятся сейчас различные травила исследования, положение именно ранней гипотермии. В первые, там, двое-трое суток с момента травмы. Значит, что дал сам по себе ВЧД-протокол? Роль его очень значительная, так как с появлением ВЧД-измерения, даже таким примитивным путем, через наружный вентрикулярный дренаж, позволило систематизировать всю терапию интенсивистскую. То есть, выстроить приоритеты, с чего начинаем, чем заканчиваем, и принятие точки решения для декомпрессии. То есть, когда неэффективны все терапевтические методы, прибегать к нейрохирургии. И самое главное, по данным банка данных травматической комы американской, снижение летальности на введении только протоколов введения. С 50, раньше каждый второй покибал, до 36. По крайней мере, летальность была достоверно снижена. Значит, очень важно, что ВЧД-измерения в ретроспективном анализе, вот этот американский банк данных, очень большой, он подтвердил то, что величина внутричерепного давления за сутки или в течение всего времени монетарирования является важным прогностическим показателем. На данном слайде представлен процент различных видов исхода, вот они окрашены, там, хорошие, умеренная инвалидизация, грубая инвалидизация и вегетативный летальный исход. Вот в зависимости от абсолютно, не от абсолютной, средней величины внутричерепного давления, вот смотрите, как меняется распределение исходов. Это суточный, да, суточный мониторинг, то есть, вот если среднесуточный 20-25, то вот здесь вот переломный момент происходит, ухудшается количество благоприятных и резко возрастает летальный и вегетативный. То есть, ВЧД, он работает как прогностический показатель. Даже выше 30, я бы сказал, выше 37. Ну, 25-30, вот почему долгое время обсуждалось. В гайдлайнце изначально писалось, что точка принятия решения это 25 ВЧД. То есть, сейчас они пересмотрели. Для травмы это 20. Что касается субарахноидальных кровоизлияний, то вот все-таки значением более критичным считают 15. Что касается вообще субарахноидального, по мониторингу ВЧД нет внятных расписанных гайдов относительно границ ВЧД и как должна, как бы, вестись субарахноидальная травма с внутричерепной гипертензией. То же касается и церебрально-перфузиона. То есть, в принципе, под кальку был взят протокол с травмой, перенесен на субарахноидальный. И сейчас идет откатывание и, как бы сказать, просчитывание наиболее прогностически значимых границ вот по ВЧД, ЦПД. Субарахноидальный это отдельная травма. Я вот специально по черепно-мозговой как бы остановлю. Вот что важно, что имеет значение не только средний суточный показатель, а еще длительность сохранения внутричерепной гипертензии. На данном слайде опять представлено по вертикали. Это процент, вероятность неблагоприятного исхода, то есть летального вегетативного состояния. А здесь это, в принципе, доля от числа, либо процент времени, за которое сохранялась гипертензия. Если, допустим, от длительности мониторинга 10 дней 40% времени это была внутричерепная гипертензия, то есть ВЧД выше 20, то вероятность летальности 70-80%. То есть имеет значение не только пики повышения, сам факт повышения, а именно длительность патологического состояния. Это очень важный момент. Значит, вот наиболее нашумевший ВЧД протокол, который трансформирован, и сейчас его до 2000 года непримиримые шведы пытались его позиционировать, это протокол университета Лунд. Чем он принципиально отличался от американского в то времени? То, что они нивелировали церебрально-перфузионное давление и говорили, что не столь важно ЦПД, самое главное не допускать повышения внутричерепного давления. Мало того, под это они пододвигали очень важное патофизиологическое обоснование. Они считали, что первый постулат, что при черепно-мозговой травме у всей травмы всегда нарушается гематоэнцефалический барьер. Они заходили через именно состояние ГЭП. Они говорили, что если выполнять американские протоколы, начинать гоняться за перфузией с помощью инфузии коллоидов, кристаллоидов, использование катехоламинов, то тем самым мы повышаем транскапиллярную фильтрацию и тем самым мы увеличиваем отечность паренхимы головного мозга. Мало того, были заявлены просто фантастические исходы. По данным литературы это опубликовано в Critical Medicine в журнале 98-й год. Летальность у них в группе с тяжелой черепно-мозговой 8%, это вообще минимально, из 108 человек. Глубокие инвалиды это 13%. В данной ситуации они сравнивали с протоколом, который использовался традиционный ICP-протокол 60-х годов, то есть тоже еще не ЦПД. Летальность, где была каждый второй, инвалидность 11%. То есть они тем самым говорили, что избрав патофизиологическую концепцию оценки гематоэнцефалического барьера и транскапиллярной фильтрации, можно улучшить исходы. Чем они это достигали? Вот очень важно то, что, смотрите, мы с вами гоняемся за высоким давлением, используем катехоламины, они используют бета-блокаторы в первую очередь, альфа-2-агонисты, это наш клофелин или клофелиноподобные вещества. Основное это занизить давление и держать его в пределах возрастной нормы. Начальная церебральная перфузиона у них 20, в принципе, при давлении 120 на 80, на 70, и если ICP будет в пределах 20-25, в принципе, где-то в среднем 60 и получается. Далее, они стремились снизить церебрально-перфузиона, так как они считали, оно вредно, высокое, до 50-40, особенно вот у молодых и лиц переходного возраста. Церебрально-перфузиона до 40, это достаточно низкое. Значит, еще очень важный момент. Значит, в патофизиологии они стремились в первую очередь уменьшить кровенаполнение головного мозга, Cerval blood volume. Чем это достигалось? Использование теопентала и такой препарат дегидроэрготамин. Он имеет двоякое действие. В первую очередь это на артериолы, и вот что они очень важно подчеркивают, на венолы, то есть венозный компонент в головном мозге. Так он составляет 2 третих от кровенаполнения, кровенаполнение, то есть воздействие на него дегидроэрготамином повышает якобы тонус вен, уменьшается кровенаполнение, и за счет этого снижается внутричерепное давление. У них разработана куча схем по длительному непрерывному введению с расчета на килограмм массы тела, но всегда подчеркивается, что больше 7 суток там всегда риск периферической микроциркуляции. Данный препарат они всегда позиционировали, его всегда выдвигают, и препараты в принципе на рынке существуют, но там таблетированная форма, производная дегидроэрготамина, действительно при варикозном расширении, то есть при периферических венодилатациях. Снижение стресса. Всем пациентам они обязательно используют наркотические энергетики, выбор за опиоидами, бензодиазепины. Терпентал всегда шел в малых дозах, то есть он как и антистрессовый, и в то же время как вазотонизирующие сосуды, то есть воздействие на артериолы в первую очередь. Как я говорил, бета-блокаторы у них впереди планеты всей. Значит, очень важный момент. Совершенно иной подход к поддержанию уровня гемоглобина альбумина. Всем пациентам граница поддержания гемоглобина не ниже 125, то есть гемотрансфузия у них расширена. Но с учетом того, что они не используют такую акульную инфузионную терапию, у них в принципе за гемодилюцией они не стремятся. При снижении гемоглобина они всегда проводили гемотрансфузию. Альбумин активно используют. Это, наверное, единственный протокол, где альбумин прописан при травме четко. Альбумин не ниже 40. Почему, опять же, возвращаемся к транскапиллярному обмену. Они считают, что альбумин – это основной показатель, контролирующий транскапиллярный обмен. Цель – это поддержание нормоволемии, а не гиперволемию не допускает. И увеличение от доставки. Вот всегда рассматривают, в принципе, может это оправданно. Низкокалорийное энтеральное питание, потому что в условиях такой нейропротекции, торможения мозга, использования теопенталов, наркотиков, не нужно закрывать потребности. И вот они считают, что в таком антистрессовом подходе нет гиперметаболизма. Это тоже позиционируется. Совершенно иной подход к дренированию ликва. Наружное вентрикулярное дренирование они считают фактически противопоказанным. Почему? С их позиции установка наружного вентрикулярного дренажа за счет именно создания градиента в паренхиме мозга между системным артериальным и внутричерепным давлением, она будет способствовать увеличению транскапиллярной вот этой фильтрации. Они рассматривают возможность, допустимость постановки только после 8-х суток. Почему? Потому что по их данным идет с 8-х суток восстановление гематоэнцефалического барьера. Возможно, также описывалось, что можно ставить, но с высоким уровнем дренирования и использовать только фракционно при ВЧД, если выше 25, длительно и неэффективно на их дегидроэрбитамины, клофелины и всякие препараты. Какие недостатки оспаривали американцы в первую очередь? Очень важны такие аргументы. То, что при травме повреждение ГЭПа наносит локальный, это не системный, чтобы полностью ГЭП на всей поверхности отключилось и начинается такая пассивная фильтрация. И вот данные от Энтони Мармару, он проводил данные по данным МРТ, там и функционального, и всяких продвинутых режимов, что гематоэнцефалический барьер уже восстанавливается через 2-3 часа. Даже при наличии массивных повреждений, там, гематом, создавления, через 2-3 часа ГЭП в основном закрывается. Это даже при использовании контраста на КТ-перфузии. За редким исключением мы видим, чтобы контраст уходил за пределы ГЭПа. При сравнении, вот в тех публикациях их было 3 или 4 в основных журналах европейских. Шведы, они очень хитро, не хитро, а просто использовали историческую группу. То есть, они использовали группу, которые до введения лунг-концепции, вот эти данные, да, и с момента введения, там, допустим, в 96-м они ввели лунг-концепцию, пролечили 5-7 лет и потом данные получили. То есть, это не совсем корректно, но одновременно они 2 концепции не использовали. То есть, всегда требовалось подтвердить это в рандомизированных, контролированных исследованиях, что не было сделано. И что хотелось сказать, что вы знаете, вот когда презентовалась система микродиализа у нас в институте, приезжал один из основоположников, Карл Моргстрём, да? Да. И ему вопрос, лично я задавал относительно лунг-концепции, у меня было впечатление, что он перекрестился и начал открещиваться от этой теории и концепции. Самое интересное, что внутри Швеции нет единого подхода. Вот всю жизнь шла война между университетом Лунд и университетом второй, там, какой такой важный? Упсала. Упсала, да. И у них шли баталии. Упсала подсела на американский протокол, Лунд разработали свой шведский. Что касается еще самой Швеции, травма, я думаю, у них значительно отличается от нашей. Машина у них хорошая, СААБы, Вольво, система безопасности шикарная, дороги хорошие. То есть, я думаю, они не видят такой реальной нашей... Вот в условиях их маленьких городов, я просто помню, когда там были, они говорят, там, катастрофа. Катастрофа по травме? Вот, по травме. То есть, для них выходных в масштабах катастрофы. И, в принципе, ты знаешь, вот тоже, потому что я помню, мы, правда, знаешь, были только в украинской клинике, я тебе не могу сказать, что, действительно, концепция Лунда будет везде. То есть, да, у них есть терапия, но, тем не менее, давление они поддерживают, АСП, то есть, это все, ты понимаешь? Ну, тем не менее, вот для чего я объясняю эту теорию, тем не менее, ее все чаще и чаще стали упоминать на симпозиумах, конференциях. Причем, когда дебаты идут между ЦПД протоколом, ВЧД всегда выпячивается Лунда, упоминает. То есть, в ней есть позитивные моменты, не надо, как говорится, ее забывать. И дальше я хочу сказать, когда об аутрегуляции пойдет речь, не исключено, что оправдано использование данного подхода у пациентов, у которых убита аутрегуляция, и мы видим, когда пассивное внутричерепное давление начинает следовать за артериальным давлением. У отдельных пациентов, я думаю, эта теория оправдана, этот подход оправдан. Причем, это говорят и сами, и британцы, и европейцы, в ряде случаев, европейцы выступали в некой оппозиции к американскому протоколу, вот этому гайдлайнцу, они говорили, а не надо 70 держать, мы держим 60, у нас стартовая ЦПД 60. И на этом фоне мы вполне, как бы, сопоставимые исходы. То есть, агрессивность в одну сторону, агрессивность в другую сторону. То есть, валить давление, поддерживать высокое давление, лучше золотую середину. То есть, на сегодняшний день, наверное, все-таки церебрамика фузиона 60, это более рационально. Значит, теперь американизированный Рознеровский протокол, значит, он был, как я говорил, предложен для, в первую очередь, профилактики вторичной ишемии при черепно-мозговой травме. Значит, изначально, как говорится, когда гонялись за внутричерепным давлением, пытались понизить его с использованием гипервентиляции, гиперосмолярных растворов, было выявлено, было исследование второго уровня, что гипервентиляция, в первую очередь, помимо того, что снижает внутричерепное давление, вызывает, потенцирует высокий риск развития ишемии за счет именно церебрального вазоспазма. Американцы подошли по-простому, они, во-первых, исключили гипервентиляцию как из обязательного элемента, первостепенного при купировании внутричерепного давления, и предложили обратно. Ах, снижает, ах, ишемия, давайте тогда повысим профузионное давление. Значит, первые нормальные, как бы, пока... не нормальные показатели, то есть, ориентировочные показатели, за которыми пытались гоняться американцы, это было ЦПД, начиная от 90 и выше, то есть, это пациенты велись практически по протоколу трейпл-эйч терапии. Затем, в ходе, как бы, исследования накопления данных, было выяснено, что, в принципе, оптимальное значение от 70 до 85. При значении ЦПД меньше 50, считалось и подтверждено это, в принципе, что развивается ишемия поврежденного мозга. Граница от регуляции в норме от 50 до 140, по другим данным, от 50 до 150, это по данным церебрально-перфузионного давления. Церебрально-перфузионное давление рассматривается как непрямой показатель перфузии и объемного мозгового кровотока. То есть, это виртуальный параметр, который позволяет прикроватно оценить адекватность глобального мозгового кровотока. То есть, при ЦПД ниже 50, а общий объемный мозговой кровоток, он на неадекватном уровне и риск ишемии достаточно высок. Значит, какие постулаты, то есть, предшественники для выдвижения этой концепции? То, что при черепно-мозговой травме ауторегуляция всегда сохранена, то есть, было доказано, не доказано, было выдвинуто предположение, что ауторегуляция на фоне черепно-мозговой травмы, она не утрачивается, а просто граница ее смещается вправо, к более высоким значениям. Терапевтической целью было повысить артериальное давление, за счет этого повышить перфузионное давление и переместиться в зону ауторегуляции, там, где возможно получить нормальный, адекватный сосудистый ответ в ответ на повышение артериального давления. Значит, два основных каскада входят в концепцию Рознера, это вазодилатационный и вазоконстрикторный каскад. Вазодилатационный каскад, независимо от причин, приводящих к снижению церебрально-карфузионного давления, будь использование медикаментоза наших вазодилататоров, гипотензивных, либо кровопотеря, шок, это всегда приводит к вазодилатации. Вот этот механизм снижения ЦПД вазодилатации, он прописан в природе, это механизм ауторегуляционный. Для поддержания объемного кровотока церебральные сосуды расширяются, за счет этого увеличивается кровенаполнение головного мозга, церебральный волюм, и это приводит, всегда приводит к повышению внутричерепного давления. Повышение внутричерепного давления провоцирует дальнейшее снижение церебрально-карфузионного, так как эти два показателя, они завязаны через среднее артериальное давление. Каскад замыкается, запускается вновь и вновь, приводит к ишемии головного мозга. Наши действия, это запустить каскад в обратном направлении, поднять церебральную перфузию, естественно, через артериальное давление. Как я говорил, постулат, то, что ауторегуляция при травме всегда сохранена, повысили церебральную перфузию, получили в ответ вазоконстрикцию, то есть рефлекс церебральных сосудов уменьшилось кровенаполнение, снизилось внутричерепное. Каскад отрабатывает обратно, внутричерепное давление снижается, ЦПД повышается, тем самым достигается профилактика теоретической ишемии. Вот, насчет границ ауторегуляции, еще раз повторю, на данном слайде представлен объемный мозговой кровоток на 100 грамм вещества, можно сказать, в минуту, по горизонтали, это церебрально-перфузионное давление. Это кривая мозгового кровотока. Вот в норме объемный мозговой кровоток на уровне 50 мл на 100 грамм вещества. На уровне церебрально-перфузионного давления от 50 до 150 работает ауторегуляционный механизм. Это в норме, да, мы разбираем, это в нормальном состоянии, вне патологии. И именно вот в этих пределах этих границ отрабатывает вот этот каскад вазодилатации, вазоконстрикции у здорового человека. То есть на повышение церебрально-перфузионного давления церебральные сосуды сузились, объемный мозговый кровоток остался тот же. На понижение церебральной перфузии они расширились, объемный мозговый сохранился. То есть в данном случае вот этой границы плата мозгового кровотока. За пределами границ ауторегуляции будет вот как раз пассивное следование мозгового кровотока за церебральной перфузией либо артериальным давлением. Срыв ауторегуляции, то есть при артериальной гипертензии ответит повышением объемного кровотока и повышением ВЧД. Ниже, соответственно, будет падать мозговой кровоток и развивается ишемия. Значит, величина церебрально-перфузионного давления тоже важный, независимый прогностический показатель. То есть ВЧД он работает сам, как фактор прогноза, церебрально-перфузионное – это отдельный показатель. Было показано, тот же самый слайд, как для ВЧД, исходы, процент исходов и значение церебрально-перфузионного давления. Смотрим, в основном это значение благоприятного, зеленое и неблагоприятного. Вот что интересно из этого слайда, это работа 2006 года. В данный момент произошло как раз переосмысление к церебрально-перфузионному давлению. Если, когда создавался протокол в 1996-1997 годах, ЦПД протокол, считалось, что чем выше давление церебрально-перфузионное, тем лучше исход, тем меньше ишемия. Вот смотрите, по мере задирания или повышения церебрально-перфузии, вот особенно выше 90, увеличивается процент неблагоприятных исходов и грубой инвалидизации. При этом количество благоприятных не растет, то есть не получается линейной зависимости. Чем выше ЦПД, тем лучше исход. Почему? Потому что сама церебральная перфузия может приводить к ухудшению исхода, к повреждению, к индуцированному отеку. Почему это так возникает? Потому что на самом деле одно значение ЦПД не может подходить для всей травмы. Травма разная, она неоднородная, возрастные показатели, половые различия плюс особенности самой травмы. Каждая травма разная. У одних диффузно-акциональные повреждения, у других там множественные очаговые повреждения, либо состояние после удаления гематом, которые оказывались давлением. Какие недостатки ЦПД протокола? Вот существуют крайние варианты, и мы их тоже видели с вами по дежурству и вообще в практике, что аутрегуляция не всегда сохранена, она может утрачиваться полностью, может меняться в пределах каких-то величин. И то, что граница аутрегуляции, это не есть статический какой-то показатель, что у данного пациента от 30 до 40, либо от 100 до 120 границ адекватного ответа сосудов. В динамике там с третьих на седьмые сутки эти границы могут перемещаться вправо, могут влево. Мало того, вот этот протокол, он был основан только на миогенном, один из механизмов аутрегуляции, а он не единственный, который определяет исход и который следует оценивать при черепно-мозговой травме. Потому что существует еще СО2-механизм, это СО2-реактивность церебральных сосудов. Есть еще очень важный метаболический компонент, составляющий аутрегуляции. Все они будут влиять на объемный кровоток. Вот слайд этот, который позволяет сравнить, вот так бегло два протокола, ВЧД и ЦПД. Изначально чем они отличались? Тем, что первично были разные цели, ориентиры. Если ВЧД протокол, как я говорил, он сориентирован на снижение, достижение ЦПД меньше 20. ЦПД протокол, он классический, он стремился поддержать церебрально-перфузионное давление, вот первый гадлайн с 1996 года, не ниже 70. И мы это выполняли, все помнят, кто работал до 2000 года и до 2004. Мы катахоламины очень часто использовали, и основной целью было это достичь ЦПД-70. Даже несмотря на повышение ВЧД, там 25-28, для нас это было более-менее не страшно. Для больного не знаю. И самый важный момент, это был отказ от гипервентиляции, агрессивный. В то время как при ВЧД протоколе ставка очень часто делалась именно на гипервентиляцию и осмодиуретики. Летальность? Извините, отказ от гипервентиляции, ровно 35-45 против предела. Значит, насчет 35, значит, вот Константин посещал, с Натальей мы были в Голландии. И, в принципе, они стараются придерживаться 35-45. Реально, в практике, конечно, добиться 35, это уже, это как новое состояние нормопатологии. Вот если сейчас мы пациентов, наверное, половину перейдем в 35-45, по газам крови, не интайдл, по газам крови, я думаю, половины мы получим приходящую гиперемию. Потому, в принципе, умеренная гипервентиляция, вот как я видел в клиниках, тоже посещал, когда 33, 34, 30, они пишут, да, умеренная гипервентиляция, но не ниже. 28, это для них уже, так называемая, глубокая гипервентиляция. Ну, я не знаю, Константин, если что, может добавить. Костя, ты вот видел насчет гипервентиляции, они 35-45 выдерживают, я думаю, вряд ли. Там черепа мозговых травм просто, у них, а там у них с сосудистой патологией, там. Ты знаешь, я чувствую, что швеция манит не использует, у черепа мозговых травм, а наоборот, у сосудистых больных. Нет, просто интересно. Манит, они считают, что рвет, рвет Г, вот как работа проводится. Вот только вот именно гиперболимическими, вот такими методами, понимаешь, то есть, все-таки, я просто уже на тот момент, по-моему, внимание не активизирую. Они манитол не любят активно использовать, у них гипертонический натрий все-таки у них позиционируется. Так, и очень важный, он исторический уже, к сожалению, вот этот Джулио Круз из клиники Сан-Пауэлл, Бразилия, он достаточно широко цитируемый был автор, особенно он был с подвижником использования именно оптимизированной гипервентиляции. Он считал, что СО2-реактивность – это самый основной элемент в управлении внутричерепным кровенаполнением, и что гипервентиляция, она при адекватном, как бы, оценке и глубине гипервентиляции с помощью югулярной оксиметрии, она вред подноциально не может нанести. Почему? Потому что, вот он провел большое исследование, сравнил пациентов, которые велись с контролем регулярной оксиметрии и дозированной гипервентиляции, у него исходы получились замечательные. Мало того, он вообще все время взорвал общественность европейскую, американских, он проводил большое исследование, рандомизированное, почему-то его не включили в гайд, но, тем не менее, он изменил дозировки по использованию монита. Он когда показал, что у больных, которые экстренно поступают, черепно-мозговые травмы с признаками дислокации, расчет монитола 1 грамм на килограмм, он является не показателем, а очень важно отдать массивную дозировку, там он использовал до 1,5-2 грамм, то есть такой супер-гиперосмолярный раствор, и показал, что исходы были лучше, то есть адекватная именно вот эта релаксация мозга, адекватное снятие внутричерепной гипертензии на ранних этапах, оно улучшало исход. То есть, в принципе, он был достаточно цитируем, к нему прислушивались, смотрели, но, к сожалению, вот как на конференции мы были в Германии, он покончил жизнь самоубийством почему-то, то есть какие-то проблемы внутренние были. Европейцы довели. Да, европейцы довели, да, у него большие были диспуты вот с британцами, кстати, с тем же Мариком Жозника, по гипервентиляции у них там просто переписка была очень жесткая, относительно подходов, да, там шведы подключались, в общем, там битвы свои были. Значит, вот пример моей диссертации. На данном слайде представлены тренды, как раз внутричерепное давление, Entitle CO2 и вот манер гипервентиляции. Пациент, вот смотри, Саш, как раз твой вопрос, да, относительно того, что попытка, вот у этого пациента Entitle был один к одному с газами, да, попытка его вывести, вот смотри, в нормовентиляцию, приблизить хотя бы к 35, вот граница 35, тут гипертензия только нарастает. У него и так было там 30, ну 30, там 35, допустим, уходило за 40. Потом проводим легкий гипервентиляционный такой, углубляем до 28, там 27, ВЧД уходит практически в ноль, то есть адекватный ответ, все. На этом фоне и вторичные все эти стволовые, снижается и давление, и все, да. Но, но, вот есть какой момент, вот смотри, по югулярной оксиметрии мы видим провал, то есть сатурация начинает ниже тут 50 было, 49-48. Взяли, просто выставили на новый уровень до 30, Entitle 30. Югулярная отличная и ВЧД снижена, ну то есть, я не знаю, 5-7. То есть, в принципе, можно работать гипервентиляцией. Единственный момент, то что югулярная, это глобальные показатели, еще мало того, он с некоторой асимметрией. То есть, он, кровоток характеризует отток от одного полушария, ну 75%, как говорят, да, еще непонятно, доминантно, не доминантно. Он может пропустить ишемию до, размером до 15% от внутричерепного объема. То есть, он не является медом, он не исключит, даже при нормальной югулярной оксиметрии, он не исключит формирование каких-то локальных очагов ишемии. Вот этот момент следует. Но в Америке, вот колумбийский протокол, Константин привозил, Иван Анатольевич из Америки, они югулярную оксиметрию используют. Мало того, сподвижник такая тоже, Клаудиа Робертсон, она очень часто цитируемая, она, я с ней встречался, я спрашивал, вы используете у себя в клинике? Она говорит, югулярная по умолчанию, ICP, югулярка, они считаются как стартовыми позитивами, CVD, ICP, югулярная. А вот это самая пакостная работа, которая портит все показатели. Запомните, креморолов, да, это голландцы отрывные, да, влияние внутричерепного, да, мониторинга внутричерепного давления на направленную терапию и функциональный исход после черепно-мозговой травмы. Значит, что он сделал? Он взял, сравнил два центра больших. В одном использовался ВЧД-мониторинг, в другом не использовался. В другом просто взяли, поддерживали среднеартериальное 90, ну, молча. И что получили? Влияет ли ВЧД-мониторинг на исход? Он получил вообще там феноменальные вещи. Значит, смотрите, это первое рандомизированное исследование. Что-то я, подождите, переплату, это Клаудио Робертсон. Все. Значит, он получил феноменальный исход. То, что агрессивное использование ВЧД-мониторинга, она не приводит к улучшению исходов, а приводит только к увеличению агрессивности терапии. Чаще использовалась, по их мнению, гипервентиляция, чаще использовалась гиперосмолярные исходы, и там, по-моему, даже активнее была нейрохирургия. А исход в двух группах пациентов был один и тот же. То есть, он к чему подводит, что на самом деле, по его мнению, ВЧД-мониторинг не нужен. Лечить можно и на глазок. Однако, когда критически подойти к этой статье, начать сравнивать, во-первых, два центра неравномерности групп, раз, плюс ко всему, в одной клинике больше была сочетанная травма, соответственно, это уже несопоставимые группы. Плюс ко всему, одна была нейротравмацентра, а другая общереанимационная. Ну, понятно, то есть, сопоставлять такие было бы некорректно. Больше таких героических исследований никто не повторил. Но так как работа была опубликована в ведущем журнале «Критис Копер», ее постоянно мусолят и везде упоминают. Работа 2005 года. Периодически Олаф Кремер дает о себе знать, он там какие-то статейки выкидывает, взрывает общественность. Потому он сейчас такой, как сказать, ложечка дегтя в бучке меда. Просто, чтобы знали, ну, работа интересная, да, ну, в принципе, для российской глубинки, может, она... Его угодно заказывать придут. Его заказывать. А как использовали мониторинги, вдруг, без мониторинга? Вот, они использовали через равные промежутки по умолчанию, каждые, там, 4-6 часов. И тазировки, да, да. Без ВЧД-мониторинга, конечно, использовать это. Без расширенного мониторинга гемодинамики, если пациент на катухоламинах, я думаю, тут большие вопросы. Можно дискутировать с ними сколько угодно. Вот, любимая бабушка Клаудия Робертсон. Очень шикарная женщина, профессор. У нее исследования очень фундаментальные. Ее работа цитируется как основная в гайдлайнсах, причем в трех переизданных работах. К сожалению, почему-то в последнем гайде ее к третьему классу исследования, потому что там требования к доказательности изменились. Но вот что она сделала? Она взяла и провела проспективно две группы пациентов, по 189 человек, с разными ориентирами терапии. Одну лечили в условиях расширенного мониторинга, как говорится, по американскому протоколу. Гонялись за церебральным конфузионом выше 70. Другое только снижали ВЧД и ЦПД не допускали ниже 50. То есть, фактически сравнило по ориентирам лунт-концепцию и американскую ВЧД, о, ЦПД-концепцию. Значит, что получили? Значит, при ВЧД-протоколе, то есть, подобно лунт-концепции, риск ишемии был в 2,5 раза выше, если вести только по ВЧД-протоколу. То есть, церебрально-перфузионное давление, когда, я здесь ошибся, не меньше 50, выше 50. Если вести по американскому протоколу, гоняться за перфузией, то резко возрастал риск развития респираторного дистресс-синдрома. То есть, при ЦПД выше 70, почему-то страдали у них легкие. А исход в группах при этом не улучшался. Хотя ишемия нивелировалась как таковая. То есть, церебрально-перфузионное давление, оно действительно нивелирует ишемию, но вызывает экстрацеребральные осложнения. Сам факт развития респираторного дистресс-синдрома, он ухудшал как раз исходы в 2, в 4, в 6 раз. И тем самым получалось в конце, в сухом остатке, что ВЧД-протокол, ЦПД-протокол не имели различий по исходам. Вот самый парадокс именно в этом. То есть, получается, создавая благоприятные условия для мозга в погоне за церебральным перфузионом, мы приводим к тому, что получаем экстрацеребральные осложнения, и в результате исход может быть хуже. Еще одна работа, где вот как раз клиника Упсула, шведы объединились с Эдинбургским университетом и провели таких 2 исследования, аналогичных, только в разных центрах. Опять, одни снижали давление, другие пытались поддержать перфузию. И вот здесь очень интересный вывод был сделан, что в одной группе... В общем, вывод такой, что на самом деле разные протоколы для разных пациентов. В обоих группах сравнивалось состояние аутрегуляции, и вывод был сделан такой, что для пациентов, у которых аутрегуляция угнетена, больше подходит ВЧД протокол. То есть, им достаточно снижать ВЧД, и в этих условиях оптимальные условия для хорошего исхода. У пациентов, у которых сохранена аутрегуляция, лучше все-таки использовать церебрально-перфузионный протокол. Они определяли, Наташа, по кривой ответу давление ВЧД. То есть, в принципе, это примитивная оценка того же... Да, нет, про доплер там не писалось, там именно оценка кривых, то есть, анализ тренда. Так, который ты показывал, да, как вот этот график. Да, 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 очень похоже, но, в принципе, вот как даже Царенко в своих лекциях показывал, он ссылался там на работу, по-моему, Ланга, или кого примитивно, это прикроватно понаблюдать. Вот там спонтанное либо повышение, либо там провоцированное, повышается давление, отвечает ли снижением внутричерепным давлением. То есть, вот АД и ВЧД, если они реагируют так, значит аутрегуляция, ну это так, на глазок сохранена. Если начинают параллельно ездить друг за другом, то аутрегуляция угнетена. Здесь использовался анализ трендов именно там... Так она оценивалась однократно и потом продолжает? Нет, 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 Наташа, там в течение всего... В течение всего... Нет, в течение всего мониторинга, время мониторирования оценивался угол вот этого так называемого наклона ответа ВЧД на артериальное давление. А это не в другую концепцию, да? Нет, они вот именно сказали, что подход должен быть дифференцированный, то есть в зависимости от состояния аутрегуляции. Вот, кстати, в зависимости от состояния аутрегуляции разные подходы должны быть использованы. Они, то есть, как бы предварили вход, ввод аутрегуляционного протокола, я сейчас скажу про него. Значит, очень важный момент, что смотрите, с 90-го года по 2007-й изменялись границы, рекомендуем, церебрально-перфузионного давления. Это, вот, до 2007-го года, это гайдлайнсы, цитируются. Значит, в самый 90-й год появилось только ЦПД протокол, как я говорил, выше 90. Первый гайдлайнс ЦПД выше 70, причем это на уровне второй класс доказательности. В 2003-м промежуточный гайдлайнс появляется, уже начинается ориентир на ЦПД 50. Значит, 2007-й гайдлайнс, он отказывается вообще от рекомендательных вещей и пишет в разряде, как бы, третий уровень доказательности, это опции мнения, что при травме желательно поддерживать от 50 до 70. И все, никаких рекомендаций, нареканий. Но, говорится, при сохранной аутрегуляции можно повышать церебрально-перфузионное давление выше 70. То есть, пришли, да, они исключены, а мы уже приближаемся к Швеции. Значит, какие нерешенные проблемы? То, что, в принципе, границы церебрально-перфузионного давления, они до сих пор четко не определены. Вот эти расплывчатые, из жестких рекомендаций переход на расплывчатые пожелания, они, как бы, подтверждают это. Понятие оптимальное церебрально-перфузионное давление. Вокруг этого, там, целые баталии, дискуссии, многие обзоры посвящены, что же такое оптимальное ЦПД при церебральной патологии. До сих пор непонятно. Вот, одна из американок посещала, с какого университета, профессор, анестезиолог, Костя, проводили. Когда я спросил, вот дую мины, болт, оптимал ЦПД, возбудилась бабушка просто... В Синай. Откуда? В Синай. Вот будем знать, откуда Синай. Бабушка так возбудилась. Видите, что, да, что вы имеете в виду, то есть, ее разозлила эта фраза оптимально. Для всех пациентов, вот, как рекомендательно говорится, от сталькита до сталькита не может быть такого, что для всех один пиджак подходит, да? То есть, одни пациенты, в зависимости от возраста, травмы, то есть, я к тому, что, Палыш, медицина – это ремесло. Да, искусство, искусство, да, это не протоколы. Это к тому, что ваш пиджак ко всему. Да, и очень важно, в какой период времени. То есть, одно время первые часы, мы видим пациентов уже... Не по всему машину, я все не могу. Слушайте, может остановиться, а то уже, по-моему, все. Мне нравится очень, вот, как раз, концепция ауторегуляционного протокола. Попытка оценить ауторегуляцию, причем не доплерографистами, не там где-то, а прикроватно. Можно это сделать? В принципе, есть попытки, да, на глаз, правильно. Значит, основные механизмы, как я сказал, то, на которые мы пытаемся ориентироваться – миогенный, метаболический и отчасти эндотелиальный, да. Гуморальный – это вот СО2, его никуда не денешь, СО2-реактивность, она всегда была, есть и будет. Значит, как проецируется вот на три основных механизма наша терапия. Миогенный – это привязка к ЦПД протоколу, метаболический – это подавление метаболизма, за счет этого влияния на мозговой кровоток, это за счет использования барбитуратов. И гуморальный – это СО2-реактивность, это приложение гипервентиляции. Значит, по данным литературы, вот смотрите, миогенный, он утрачен, либо изменен почти у 70%. Метаболически утрачивается почти у всех пациентов коми, и нормально он может, в принципе, сработать у небольшого числа пациентов. И химический, вот наиболее устойчивый – это вот именно компонент СО2-реактивности. Соответственно, в принципе, где-то Круз был и прав, что СО2-гипервентиляция оптимизированная, либо какая она имеет место. И вы сами видели, что пока пациент отвечает на гипервентиляционный тест, в принципе, за него можно бороться. Если утрачен СО2, то это уже, как говорится, либо ситуация в просеволе... Вы исследовали все вот это, я не могу понять. Конечно, все эти компоненты, да. Вот эти компоненты проводилось большое исследование с использованием, в том числе, доплера. Доплера они использовали классический манжеточный КАХ-тест. КАХ-тест, Наташ, не наш вот этот, не пойми куда и как, компрессионный, да, у них стандарт... В Америке они признают только КАХ-тест. Все, это американская статья, Ортол, Келли, у них тут бригада очень состояла из разных специалистов. Нейрокерук, интенсивист, доплерографист, и плюс ко всему, там, параллельно у отдельных использовалась КТ-перфузия, если я не ошибаюсь. Не, не КТ-перфузия, позитрон нанесеная. Вот. Подожди, вот это вернее. А еще раз про метаболические нарушения, он встречается, получается, 100%. Не встречается, утрачивается. Утрачивается, да. Ну, метаболические, наверное, на что, но я думаю, да. Значит, смотрите, в норме, в норме есть так называемый flow metabolic coping, да, это, то есть, четкая связь, связка между уровнем метаболизма и кровотоком. Это нормально в физиологии. Чем активнее доля, мало того, и существует гетерогенность мозгового кровотока. Там, допустим, вот сейчас Палыч на меня внимательно смотрит, а у него в затылочных долях просто гиперемия приходящая, да. А если разозлится, он увидит венчик, у него вообще там кровоток. Смотрит он не мягко, прошу. Да. Смешно, что общий кровоток мозговой при этом не меняет. Да, при этом он начинает думать, а как бы мне бы вот сейчас, у него в лобных долях приходящие гиперемии. А потом он начинает образы про рыбалку, у него в теменных долях. А когда начнет волноваться, там, виски начнут. То есть, Палыч, я к тому, что вот это... Это ты мне про кровоток рассказал, метаболизм. Нет, я вам про метаболизм рассказал, Палыч. С кровотоком. Коплинг это, как кость свистит? Читальство. Связка, коплинг, капл, пара. Парик. Парик. Это физиология, это в норме, Палыч, в норме. У вас в самом деле нет. Значит, при коме, пациент в коме, тяжелая травма. Вот эта зависимость, она уже выхлёстывается. То есть, само состояние кома, она уже говорит о сниженном метаболизме. Некоторым, как бы, не та активность мозга, нежели у пациента бодрствована. Но на этом фоне кровоток у него может быть высокий. Мало того, может быть более выраженный гетерогенный, независимо от активности мозга. Вот в чём дело. Вот это называется нарушение метаболической активности. А вы говорите, что кровоток изменяет метаболизм, или метаболизм изменяет кровоток? Значит, у активных в сознании пациент метаболизм – кровоток. Метаболизм, извиня? Кровоток, да. Но подавляя метаболизм, допустим, препаратами, можно воздействовать на кровоток. Это обратная связь. Это, в принципе, концепция использования всех метаболических пропофол и барбитаратов. Сопряженность. Сопряженность, правильно. Вот это в норме, да. Предполагается, что чаще всего она вылетает. Значит, этот тест был проведён на основании ЭЭГ, ЭЭГ-контроль и использования инфузии пропофола. И оценивалось одновременно доплером. То есть, смотрите, достигалось фактически бард-супрешен, угасание активности, и смотрелось, меняется ли кровоток или нет. Вот выяснили, что у большинства он просто отсутствовал вот этой реакции. То есть, воздействовать на кровоток при глубокой коме зачастую неэффективно через подавление метаболизма. Но у 40% можно было через миогены погоняться именно за перфузией, подогнать оптимально. А основная часть хорошо отвечала на СО2, изменения СО2. То есть, умеренную гипервентиляцию, у них раз гиперемия уходила. Понятно? Понятно. Спасибо. Так, насчет вариантов нарушения кровотока. Я показывал там нормальные границы кровотока и состояние миогенного компонента. Значит, то, что при травме от американца, то, что граница от регуляции, как бы они считали, чуть-чуть вправо. То есть, более высокие значения ЦПД. Вот от 70 и выше, да? Но не всегда так. Есть отдельные пациенты. Мало того, их динамики может проходиться. Мало того, что могут меняться границы, они могут съезжать как влево, вот как для лундерских пациентов. Там группа была, которых на повышение церебрального перфузиона начинало расти внутричерепное. Не все пациенты. Соответственно, тот же пациент в разное время, он может меняться. А есть пациенты, у которых полностью утрачена ауторегуляция, то есть пассивная. Задираем церебрально-перфузионно и границы найти невозможно. Значит, вот насчет попытки оптимизации ЦПД. Разные попытки. С помощью чего? Дополнительных мониторинговых систем. Через заход, в первую очередь, через оценку оксидинации в головном мозге, оценку мозгового кровотока, оценка метаболизма и ауторегуляции. Вот смотрите, относительно метаболизма. Сторонники, в основном, американцы, где пользуются микродиализм? То, что Наталья активно ездила, изучала, внедряла в Бурденко. Через систему микродиализа. На сегодняшний день только через маркеры метаболизма, то есть диализат непосредственно из паренхимы мозга, можно оценить метаболизм. Как происходит, адекватный, неадекватный? Накапливаются ли недоокисленные средства, вещества? Возможно ли за счет ишемии? То есть раннее выявление ишемии за счет именно метаболизма. То есть мы много говорим о кровотоке, много говорим об ауторегуляции. А для чего все это делается? Для обеспечения нормального метаболизма мозга померить можно только единственным методом. Это вот либо позитронно-эмиссионным томографом, которого в России, по-моему, в двух точках тока, и прикроватный не назовешь. Из прикроватной, значит, сегодня микродиализ. Это интересно? Интересно. Но когда будет, не знаю. Второй метод – это оценка кровотока. Чем? Вот, к сожалению, Дотлер все равно занимает здесь важную позицию. Лазерная флоуметрия. И вот аппарат Ксимедекс. Ксимедекс – это на сегодняшний день единственный прикроватный монитор, который дает данные объемного мозгового кровотока. Объемного. То есть, миллилитров на 100 грамм вещества. Но, к сожалению, эта методика локальная. В отличие от Доплера, он хотя бы какое-то представление о полушариях. Два датчика, если поставить, по среднем мозговым он там процентов 80. Полушарий он отхарактеризует, хотя это линейная скорость. Ксимедекс, он локально, то есть, в зону интереса стараемся поставить и понять. Вот уже 5 пациентов есть, я думаю, скоро данные будут какие-то обсуждать. Односторонне. Наташа, нам поставить. Там вообще два датчика ставить. В микродиализ нужно и 4 приживания поставить. Вот микродиализ чем? Да, Наташа, Марин. Здесь тоже можно поставить, просто два датчика ставить. Нет, принципиально. Потому что микродиализ все-таки они ставят два датчика. Сравна, то есть, симметрия. Наташа, он один. Классическая методика 1. Классическая методика 1. А3 это фашизм. Оксигенация. Насчет оксигенации. Значит, вот югулярная симметрия, которую пытались полуглобально, глобально оценивать сатурацию в оттекающей. ПТО2 это то, что у нас скоро появится. Это ЛИКОКС. Тоже к локальным методикам. Это напряжение кислорода в паренхиме мозга. Значит, вот за рубежом, вот Костя специально интересовался, Иван Анатольевич интересовался. Я спрашивал специально в Кембридже. У них это стандартная уже опция. Пациент с тяжелой черепно-мозговой, который с нестабильной гемодинамикой, обязательно оценивается напряжение кислорода в паренхиме вещества. Единственный вопрос ко всем локальным, куда ставить. Тыкнуть можно куда угодно. Единственное. И потом мониторировать нормальные показатели, либо запредельно низкие. Проблема в том, что надо поставить якобы пенумбру, в полутень. Вот с постановкой в пенумбру это целая песня. Где найти, как найти. Соответственно, здесь вопросы остаются. По поводу транскраниальной симметрии. Помните, да, молдавский телевизор? Да. С этой методикой не все однозначно, да. Значит, самое интересное то, что попытки и трайлы продолжаются по нему. Мало того, усовершенствует методика. Там японцы свой аппарат предлагают, американцы, британцы свой разрабатывают. Мало того, эту методику в основном, наверное, можно будет использовать у маленьких грудных детей, потому что кольц тоньше и большая площадь поверхности не исключена. Вот сегодня там будет происходить в акушерской гинекологии как раз какая-то презентация по аксиметрии. В Шмельдерске там будет выступать. Просто интересно было бы узнать, но мы все здесь. Главный акушер. Да. И по ауторегуляции. Значит, ауторегуляция можно по доплеру. Разные методики существуют. Это отдельное целое. И можно с помощью волнового анализа колебаний ВЧД. Это вот как раз та методика, которую мы пытаемся внедрить в нашем. Это вот оценка коэффициента ПРАИФС. Я на следующем, наверное, расскажу, что это такое. Значит, основное, то, что сейчас пытаются достигнуть за рубежом, это одновременная оценка, вот как я говорю, не только функций тех условно загрубленных ВЧД, ЦПД, а именно одновременная оценка оксигенации, метаболизма, кровотока. То есть, весь кровоток обеспечивается для чего? Чтобы обеспечить доставку кислорода, а это, в первую очередь, для обеспечения метаболизма. Вот считается, что только при полноприводном снятии информации такой возможно нормально изменить свой патофизиологический подход к терапии царобральной вот этой патологии, к травме, там, субарахноидальной. На самом деле, немногие центры могут это себе позволить, но я думаю, отчасти мы скоро сможем внедрять. Потому что, в принципе, нам предлагают очень много, аппаратура, испытания, оценку, наше мнение. Так что, надо включаться. Спасибо.